Здравствуйте, с вами новостная служба Центрально-Азиатского телеканала в студии Андрея Рябченко и сегодня в программе. Бомба и стиральные машины для Москвы. Все террористы оказались россиянами. Узбекистан грозится начать войну за контроль над энергоресурсами Средней Азии. Кому выгодна такая точка зрения? Погорел на жадности. В Кыргызстане снят с должности министр обороны республики. То ли мошенник, то ли оппозиционер. Олигарх Мухтар Аблязов будет депортирован Францией в Россию. ООН затребовала от Узбекистана срочного расследования истязаний правозащитницы Мутабар Таджибаевой. ФСБ России наконец официально прокомментировала задержание группы подозреваемых в подготовке крупного террористического акта в Москве. Ранее появилась информация, якобы из информированного источника Инферфакса, что террористы – уроженцы республик Центральной Азии. Теперь доподлинно известно – все они россияне. В Москву подозреваемые прибыли еще до начала военной операции российских воздушно-космических сил в Сирии. По данным правоохранителей, их задача заключалась в организации крупного теракта. Некоторые уже дали признательные показания, что готовили взрыв в общественном транспорте. Деньги, комплектующие для бомбы, они получали из-за рубежа, а до прибытия в Москву проходили спецподготовку в лагерях ИГИЛ на территории Сирии. Всего в квартире террористов бывало от 6 до 11 человек. Самодельную взрывчатку, изготовленную на основе аммиачной селитры, нашли в стиральной машине. Именно барабан стиральной машины и должен был стать корпусом бомбы. Наконец, после молчания ФСБ Россия официально опровергла курсирующие слухи, что террористы были якобы то ли уроженцами Центральной Азии, то ли Сирии. Министр обороны Кыргызстана Бибиллак Удайбердиев освобожден от занимаемой должности. Против него и должностных лиц оборонного ведомства возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением, служебный подлог и присвоение или растрата вверенного имущества». Оказалось, что еще в 2014 году приказом Кудайбердиева на основании документов, подготовленных внешней компанией, в нарушение законодательства и специальных средств было незаконно выделено 12 миллионов сомов или около 175 тысяч долларов в качестве займа на два года. Выделенные денежные средства были сокрыты от учета путем предоставления недостоверных сведений и использовались в целях личного обогащения должностных лиц Минобороны и частной компании. К тому же выяснилось, что директорату и компании одновременно работали там же водителем, мастером цеха и сантехником. Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций признал правительство Узбекистана ответственным в пытках известной узбекской правозащитницы и журналистки Мутабар Таджибаевой, сообщает Фергана. Таджибаева основала правозащитную организацию «Клуб пламенных сердец», которая резко осудила расстрел митингующих в Андижане в 2005 году. Спустя пять месяцев правозащитница была арестована спецслужбами. Ей были предъявлены обвинения сразу по 18 пунктам Уголовного кодекса. Суд приговорил ее к восьми годам заключения по сфабрикованным обвинениям, но под давлением международной общественности она была выпущена в 2008 году. С 2009 года правозащитница проживает во Франции, где получила политическое убежище. Еще в 2012 году Мутабар Таджибаева подала в Комитет по правам человека ООН жалобу на правительство Узбекистана. Она обвинила узбекские власти в жестоком преследовании и попросила призвать Узбекистан наказать виновных в актах насилия над нею. Правозащитница в узбекских застенках подверглась чудовищным издевательствам и дискриминациям, что несло тяжелый ущерб ее физическому и психологическому здоровью. Теперь Комитет ООН призвал власти незамедлительно начать процедуру расследования и возбудить уголовные дела против виновных лиц. Кроме того, Узбекистан должен предоставить Таджибаевой компенсацию за причиненный ущерб, а также опубликовать решение Комитета, перевести его на официальный язык страны и обеспечить его широкое распространение. Узбекистан должен предоставить Комитету информацию о принятых мерах в течение полугода. Меня постоянно преследовали, использовали разных методов унижения, оскорбления питок. И потом, после ареста тоже, когда арестовали, до освобождения тоже были все виды жестоких питок. До ареста, 15 апреля 2005 года, меня похитили в Ташкенте, центральной улицы столицы. И в тот день применен акт изнасилования. И потом, после ареста, они меня очень сильно унижали, оскорбляли, нарушали всех моих прав. Потом, 2008 года, март месяц, апрель месяц, они меня сделали операцию и без моего согласия удалили мою матку. Чтобы, ну, они были вынуждены меня освободить, поэтому они решили, наверное, не смогли сломать духовно, хотя бы сломать физически, чтобы потом, после освобождения, я не смогла продолжать работать и долго я не жила. Далее о других новостях Центральной Азии. Коротко. В Кыргызстане продолжаются поиски сбежавших из СИЗО четверых религиозных экстремистов. Раненый ими молотком при побеге подполковник госслужбы исполнения наказаний находится в коме в тяжелом состоянии. Из-за отсутствия электроэнергии в Самарканде в течение 6-8 часов ежесуточно, милиция была вынуждена установить генератор для обеспечения работы одного светофора в центре города. В Туркменистане под девизом «Здоровье народа, богатство страны» прошли массовые физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия. Президент Бердим Мухаммедов посетил спорткомплекс «Аваза» и выполнил различные упражнения. Вместе с президентом тренировались вице-премьеры и руководители военных и правоохранительных органов. Российский портал газета.ру опубликовал новость под названием «Узбекистан грозится начать войну за контроль над энергоресурсами в Средней Азии». Безапелляционность подобного заявления подтверждается и с содержанием самой статьи. Причем, хотя речь идет о противостоянии Ташкента строительству всех крупных ГЭС во всей Центральной Азии, включая Таджикистан, предупреждение выносится почему-то только Киргизии. В Средней Азии может начаться война, если Киргизия при помощи России продолжит строительство гидроэлектростанции на трансграничных реках. Так начинается статья в газете.ру. Каримов считает, что водно-энергетические проблемы в Центральной Азии в будущем могут усугубиться до такой степени, что вызовут не только серьезные противостояния, но даже войны. Он не раз призывал вмешиваться в ситуацию ООН и проводить всестороннюю международную экспертизу, прежде чем начать возводить или подписывать с какими-то великими государствами документы о строительстве ГЭС. Издание поясняет, что великое государство – это намек на Россию, а страна, подписывающая договоры – это Киргизия. Если построить Камбаратинскую ГЭС, это приведет к нехватке поливной воды в Узбекистане, реки обмелеют, а если Узбекистану не будет хватать воды, это снизит урожай овощей, фруктов, орехов, идущих на экспорт в 43 страны мира. Возможно, интересы стран, регионы будут расходиться и углубляться, поэтому сейчас это гипотетически невозможно, потому что существует общая и большая опасность в Сирии и в Афганистане. К этому еще добавят внутренние конфликты, и вся Центральная Азия посыпется. Поэтому я не думаю, что разговоры о том, что конфликты могут возникнуть из-за воды, я слышу уже давным-давно, но кроме китменных войн на границах, с момента национально-государственного размежевания, я еще не видел. То есть сто лет прошло, идут китменные войны. Их они одной страны, но декан другой, из-за того, что в воду повернули на второго словеса. Сейчас, естественно, Азбекистан говорит о том, что строительство крупных мест должно идти с учетом интересов Азбекистана. Я тоже так думаю, что соседи, если они хорошие соседи, должны учитывать взаимные интересы, а не делать то, что может привести к серьезным последствиям и катастрофе. Франция все-таки выдаст России беглого казахстанского олигарха Мухтара Аблязова, который ранее возглавлял БТА-банк. Выдачи Аблязова добивали сразу три страны – Россия, Украина и, собственно, Казахстан. Сам банкир утверждает, что преследование его казахстанскими властями носит политический характер. В России и Украине Аблязова намерены привлечь к уголовной ответственности по статьям о мошенничестве. Россия обвиняет Аблязова в финансовых махинациях на сумму около 5 миллиардов долларов, Украина в нелегальных операциях на сумму в 400 миллионов долларов. Казахстанская сторона предъявляет Мухтару Аблязову обвинение в мошенничестве, заявляя, что он похитил из БТА-банка около 6 миллиардов долларов. Аблязов же утверждает, что преследование его носит политический характер. Банкер известен оппозиционной деятельностью и финансовой помощью, которую он оказывает оппозиционным СМИ и политическим движениям. Однако заявления о политических преследованиях не привели к отмене решения об экстрадиции Франции. Уже более 10 лет, точнее, с 2001 года является оппозиционным политиком, одним из лидеров казахской оппозиции, был одним из лидеров партии ОЛГА, долгие годы боролся с режимом Назарбаева. Несколько лет назад ему пришлось уехать из страны, в связи с тем, что на него возбудили уголовные дела. В дальнейшем эти уголовные дела переросли в уголовные дела в других странах. В России, в Украине, в Англии, во Франции экстрадицию потребовали. Это все связано с его оппозиционной деятельностью. Это не только мое мнение, это мнение широкой общественности Казахстана, не только Казахстана. Украинские многие политики по этому поводу высказались, правозащитники высказались по этому поводу, польские правозащитники высказались, депутаты Европарламента высказывались по этому поводу. Поэтому однозначно это преследование оппозиционного деятеля. Режим Назарбаева любыми способами хочет получить в страну для расправы Мухтара Аблязова. Других здесь причин нет. Все, что о нем пишут, говорят, о его якобы махинациях и так далее, это понятно. Это можно любое дело в условиях Казахстана, любое дело сфабриковать можно. То есть найти свидетелей, подготовить бумаги, для этого нет никаких проблем у казахской волосы и казахской спецслужбы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова